Здравствуйте, уважаемые друзья! Перед вами две очень интересных модели. Слева у меня модель iOcean X7 Elite. Справа модель iOcean X7. Модификация с турбированным процессором, с гигабайтом оперативки и 16 гигабайтами встроенной. По техническим характеристикам, по экрану, по корпусу, по комплектации эти модели полностью идентичны. Я уже делал обзор на модификацию 1.16, и данный обзор вы сможете посмотреть по ссылочке справа на экране. Сегодня наше внимание привлекает iOcean X7 Elite. Давайте посмотрим его технические характеристики, давайте посмотрим, сколько баллов он набирает в Antutu. 14621, очень приличный результат. Объясняется это все наличием турбированного процессора, дисплей Full HD, наличием мощнейшего PowerVR SGX 544 MP графического ускорителя, 2 гигабайт, реально 2 гигабайт оперативной памяти и 32 гигабайт встроенной памяти. То есть, с данной моделью вы не будете испытывать никаких проблем с накопительной мощностью. То есть, любые игры, любые фильмы на 32 гига, можно записать все, что угодно. Плюс можно оставлять, не забываем, microSD карточку. Модель очень хорошая, очень мне нравится, очень яркий экран, очень сочный экран. Клиенты наши тоже в восторге от данного смартфона. Но я хочу просто продемонстрировать вам некоторое сравнение с вот этой вот моделью. Модель под названием тоже iOcean X7. Только технические характеристики у нее отличаются наличием вместо 2 гигабайт оперативной памяти всего 1 гигабайтом. Вот, давайте посмотрим. Сейчас я выставлю, чтобы ровно было, чтобы удобно было. Вот 2 гигабайта, тут у нас 1 гигабайт. И встроенная память тут 16, тут 32. Все, больше никаких отличий у данных моделей абсолютно нет. Процессор работает на такой же частоте, как и iOcean X7 Elite. Так в чем же и интересность этого сравнения? Да в том, что я снова продолжаю свою тему о том, что 2 гигабайта оперативной памяти на данный момент не являются тем основным признаком производительности смартфонов, тем чем-то таким необычным, что люди так хотят думать, что оно такое. Вот данное сравнение в Antutu. Как вы видите, слева максимальная версия iOcean Elite показывает 14621. Справа iOcean X7 облегченный, с меньшим объемом оперативной памяти, набирает 14730. Парадокс? Но я вам скажу, что ничего особенного в этом нет. Возможно, как-то более запилена прошивка на этой модели. Прошивки мы не меняли, ничего тут не настраивали особо. То есть, прошивки с завода. Что я хочу также вам продемонстрировать. Обратите внимание, за что начисляет Antutu вот свои баллы. И первая графа это у нас OZU. То есть, OZU это оперативная память. И как вы видите, iOcean Elite у нас беленький сейчас. IOcean обычный, X7 у нас черненький. Вот белый у нас набрал OZU 2947. А черный, обычный, облегченный, 2954. И я напоминаю, что объем оперативной памяти в этих моделях тут, вот здесь, у нас 2 гигабайта оперативной памяти. OZU. А тут у нас всего лишь гиг. То есть, что я хочу сказать. Хочу сказать, что нет смысла в этих 2 гигабайтах оперативной памяти. Многие могут сказать, что Antutu может показывать какие угодно баллы. И поэтому я специально ради этого понаустанавливал самых различных программ, самых таких популярных тестов. И Citadel, и Nanomark, и Quadrant. И давайте посмотрим, я делал скриншоты, чтобы мне было проще. Давайте посмотрим основные результаты. Ну вот, первый результат это Nanomark. iOcean X7 Elite 33,9 FPS. И 34,0 FPS показал у нас обычный iOcean. Разницы особой нет, да и не откуда ей взяться, потому что все основные технические характеристики на одном уровне. Просто вот эта модель, нахваленная, та которая с 2 гигами, она проиграла. Идем дальше. Я тестировал данные модели в программке Citadel. Выставил максимальное качество изображения. И вот вы можете видеть снизу у меня iOcean X7 Elite. 14,5 FPS показала программа. И 14,6 показала программа на обычном, на облегченном, на 1 гиговом iOcean. Опять же, iOcean проиграл. И еще у меня тест идет с Quadrant. Тоже довольно-таки авторитетная программа. И опять же, опять же, опять же, опять же. iOcean X7 Elite. Смотрим. Наш девайс набрал 4704 балла. Обычный iOcean X7 облегченный с 1 гигабайтом оперативной памяти набрал 4770. То есть, снова, по всем параметрам, в Antutu, в Quadrant, в Nano Mark, в Citadel, iOcean X7 обычный, с 1 гигабайтом памяти, обошел по производительности, во всех, в 4 программах, обошел iOcean Elite. Я не говорю, что покупайте облегченные версии, не покупайте эти, не переплачивайте. Многие люди утверждают, что вот это на будущее задел в этих 2 гигах, то есть, и готовы переплачивать, плюс 32 гигабайта, это физическая память, да, она будет использована. Поэтому решайте, что вам нужно, как вы хотите споряжаться своими деньгами. И напоследок хочу также вам показать одно свое наблюдение, такое заметил я. Я эти смартфоны, когда включил, заводская прошивка, установил эти программы, задался целью посмотреть, но будет ли разница действительно с одинаковой моделью, с одинаковым процессором, одинаковая модификация всего этого дела. Потом устанавливал программу, я не сбрасывал оперативную память на протяжении всего теста моего. И вот у меня, я всегда проверяю, обнуляю оперативную память с помощью диспетчера задач. Вот что я увидел. В то время, как обычный iOcean X7 довольствуется 952 мегабайтами оперативной памяти, в распоряжении у iOcean X7 Elite все 2 гига, честных 2 гига. Но что я заметил, как бы мы не нагружали смартфон iOcean X7, у нас отметка 700-800 это максимум, что у нас может использоваться. В то же время, iOcean X7 Elite продолжает использовать свою оперативную память и расходует ее. То есть, с одними и теми же нагрузками у нас система почему-то показывает использование памяти на iOcean X7 Elite больше. Больше, ну, практически в 2 раза, ну, в 1,5 точно. 700 и 1200 практически. Я не претендую в своих размышлениях на суперправильность своего мнения. Я лишь высказываю свое, может быть, субъективное мнение по этому поводу. Свои наблюдения. Я держу в руках все эти модели, абсолютно все. То есть, все проходят через меня, я знаю, что я говорю. Иногда, ну, честное слово, складывается такое впечатление, что китайцы просто сделали эти 2 гигабайта не в плане железа, а в плане цифр, которые нигде никак не решают. И при этом, при всем, я уже повторяюсь, я включил их, я продолжал тестировать вот эти вот квадранты, Antutu запускал. И если вы скажете, допустим, что вот здесь больше оперативки используют, значит, он должен быстрее работать, а здесь он довольствовался меньшим объемом оперативной памяти, значит, что-то где-то потупливало. Я вам показал 4 теста производительности, в каждом из которых победил вот этот вот, который довольствовался меньшим объемом оперативной памяти, и который и использовал ее тоже меньше. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго вам. Если нравятся наши обзоры, ставьте нам лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки, пишите комментарии, будем отвечать. Следите за нашими обзорами, за нашими обновлениями, будем стараться готовить для вас всегда что-то новенькое, что-то интересное. Всего доброго. Продолжение следует...